По советским меркам шестерка, которую только поставили на конвейер в 1976 году, выглядела довольно скромно, если не сказать прямо, было несовременно. Слава, ну мы же серию снимаем. Ну ты как... Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Поскольку у нас в данный момент накопилась хреновая гора проектов, которые, собственно, все нуждаются в том, чтобы у нас было некоторое знание, ибо опыт. Потому что на этих автомобилях учиться и получать опыт у нас как-то не срастули вот получат, не срастается как-то. Почему? Потому что у нас есть легкая жига, она вроде бы легкая, даже легкая с той точки зрения, что там установлен ротор. У нас есть более-менее выпиленный чайзер, и нам стало интересно всей нашей команде, как на вот эти все вопросики влияет облегчение. Но облегчение какое? Не которое вот это у тебя после Ростикса и вот это огненное кольцо Соуруна на белом вот этом хрустальном замке. Ну вы это все понимаете. Поэтому нам понадобился подопытный. Наша команда подбора автомобилей в лице меня одного и еще одного человека, но мы его не будем показывать, нашли сей экземпляр. Это нужно сказать от, знаете, самой каноничной жигы. Почему? Во-первых, это дедовский автомобиль. В нее можно сказать, что один хозяин. Если посмотреть с этой стороны, вот знаете, как обычно на рынке, вы приходите на рынок, да, и вам тачку показывают, ну вот все хорошо, вот здесь смотрите, там смотрите, тут смотрите, ой, вмятина. Ну ничего страшного. Тонировка специальная, это почти, ну, собственно говоря, все было как в шершне. Немножечко выцвищая тонировка, она уже почти даже не фиолетовая, не синяя, не черная, никакая. Собственно, выцвищая. Нам бонусом сюда досталось, что правильно, целый комплект колес. Это медведь. Ну, многие не знают из современных пользователей автомобилей, это как Феррелли, как Вистлейк, примерно как той R1R, но медведь. Медведь бурый, это особый класс. Она очень любит зацепляться, только не за асфальт. Там на что-то, вот когда из балкона ее вытаскиваешь, вот там зацепляется, а на асфальте не может никак. Здесь также под вот этими ручной работы чехлами скрытые изумительные сидения. Да, тут еще очень много артефактов, но это мы потом расскажем. Вот это будет автоархеология, где вот всякие различные такие финтифлюшки, на которые многие кто подрачивает, ну, это все будет, но попозже. Также, подождите, мне нужны ключи для того, чтобы показать вам владение. Трэтер, а там здесь стоят еще газовые оборудования, и здесь есть вопросики. У меня вопросики какого плана? Шестерочный багажник. Да, с покраской проблемы, сами понимаете, акрил, она стояла где-то во дворах, и когда каждый раз, как ты проводишь по ней рукой, у тебя остается краска на руке, ну... Так, здесь у нас что? Канистра. Нормально. С бензиком. Еще одна канистра с бензиком. Три колеса еще дополнительных того же самого Мудведя. И там еще огромное количество запчастей, не запчастей. Ну, знаете, что жигой отдают обычно пол гаража? Так же и здесь. И у нас уже, ну, вот, кстати, заправка газа, для чего непонятно. Ну, понятно, для чего. Огромные вот эти дедовские, дедовские огромные вот эти вот все вещи. И, собственно говоря, там немножечко есть вопросики у нас, с чем правильно? С крылом, с правым передним крылом оно немножечко подгнило. И сейчас... Блин, говно отсюда летит, ебаный урод! Вот ты, ну, вот как за Жигули взялся так всегда. Что касается кузовни, там, понятно, что здесь у нас, да, вопросик есть с крылом, но, тем не менее, она, как бы, и гнилая, и не гнилая одновременно. То есть, продавать ее на рынке за полтинник очень дорого, да, ну, любой человек, который адекватно придет, скажет, ну, ты что, полтинник, дороговато. В утиль отдавать жалко, поэтому мы ее дедушке купили. Дядя Витя, она моя такой, типа, ну, что, я уже не езжу, найдем. Мы ее забрали. Ну, и почему же еще? Жига, антикризисный вариант. Сейчас все вот это, да, доллар, пах, все, вот они, гарды стоят миллиарды рублей человеческих жизней, можно русских отправлять взамен двух гардов, два гардов, два гардов, не важно. Собственно, антикризисный вариант тюнинга для нас. Ну, это Жигули. Каждый, все говорят, почему Жиг, когда вот это, Крым наш, Жиг, все, вот это вот. Жигули, любой человек может в лесу даже настроить. О, кстати. Э, мужчина, умеете клапана на Жигулях настраивать? Да. А можете нам, пожалуйста, настроить? Да, легко. О, спасибо большое. Да, кстати, дамы и господа, вы постоянно спрашиваете в личке, в комментариях, в инстаграме, вообще везде. Хей, чувак, где купить запчасти на мою старую вот эту вот некрояпошку или просто, в принципе, на мою тачку? Да, люди укатывают свои тачки как вот просто до предела, когда он уже просто перестает ехать, различные части отваливаются и так далее. Вот не нужно так делать. Для того, чтобы, например, восстановить полностью кузов своего автомобиля или его двигатель или трансмиссию или что-то еще, можно просто под эти цели привести, например, конструктор. Или можно просто заказать под полную пошлину автомобиль из Японии. И в этом, кстати, вам помогут такие ребята, которые называются PriorityAuto.ru Это компания по привозу автомобилей и спецтехники напрямую с аукционов в Японии. Все автомобили с прозрачной историей и минимум на 10% дешевле, чем на рынке. Бесплатный перевод аукционных листов, где прописаны все скрытые и нескрытые замечания, вплоть до скрученного пробега. Любой, абсолютно любой способ ввоза под полную пошлину авто с документами, ну, знаете, что это такое, конструктор или распил, в принципе, в любом состоянии для обновления САРа в автомобиле. На сайте вы найдете абсолютно всю информацию. Там представлены итоговые цены до Владивостока на все способы ввоза. И эти ребятки отправляют машины в любой регион России. Абсолютно полное сопровождение авто от начала и до конца. Покупка на аукционе в Японии, доставка таможня, доставка в регион. Все лежит на плечах PriorityAuto.ru. Поэтому переходим по ссылочке в описании, пользуемся. Ну и, конечно же, все менеджеры PriorityAuto.ru вам помогут и разъяснят, где что находится. Все расскажут по поводу вот этих самых аукционных листов. Так что что? Правильно. Пользуйтесь. Вариант-то антикризисный, понимаете? То есть нужно же и тюнит это все дело. А как говорят люди, правильно, в каждом лесу найдется мужик, который в деревне взят, возьмет и настроит вот все что угодно. Вот нас сейчас клапана подстукивают. Вот, кстати, мужчина, 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 мужчина. Вы нам клапана случайно не настроите? Мужчина, вы прям вот серьезно вот в лесу ходите и Жигули настраиваете? Да, несет всегда со мной. Я вас понял. Кризис. Кризис? Ну, согласен. И почему у вас такая машина? Где ее нашли? Почему вы ее там? Это Лукоил Стандарт. Я прям в глаза похучую. Комар умер в твою машину. Комар умер в машину? Я его немножко обезвредил и он упал в мотор. А какая у него зольность? Не знаю, как у него зольность, у него группа крови была третья. Нормально. Значит, это знаешь что? Это значит, что задиров не будет. Комаринных? Комаринных задиров. Это хоть хоботком заделается? Конечно. И знаешь что? Это лучше, чем трибовенерические суставы. Слушай, у меня, знаешь, какой к тебе вопрос? Я знаю, что вы в боксе ставили эксперименты с промывкой масла. Если типа масло менять очень часто. Как ты думаешь, если я сейчас просто пересяду на эту жигу и буду выкатывать нужное количество километров, постоянно менять масло по вот это вот вычиститься или нет? Ну да, очень сильно обмоется. Тогда что, ребят? Надо начинать эту тему? Как думаете? Мотор мы тут пока не будем, не планируем скрывать. Просто частые замены масла и посмотрим, что из этого будет. Вот сами видите, какое состояние, но тут просто жесть. Нет, в первую очередь отмоется там, где идет поток масла, да, то есть где раскидывает масло. А уже потом все остальное. Ну у тебя что, сидячий образ жизни? Нет, ты с той стороны подошел. Это ты картежник, это Буби? Это что он и картежник, это Буби, там крести. Знаешь, что меня больше всего напрягает? Вот смотри, мы всегда снимаем в тех местах, где кто-то шпилится. Вот салфетки, а вот флянчик. Ну, кстати, ребята на опыте с большим горлышком взяли. А это кто-то шпилился и убежал? Ну да. Почему тут бетон в лесу? Можно с ней понежнее? Нет. Ты же хочешь гонку? Конечно. Автоспорт, который мы заслужили. Я не в свою хуту так сделать, как мы заслужили. Слава, ты в этот момент должен своих подкрадулях, подкрадулях, бежать по лесу. Автоспорт, который мы заслужили. Без справочки. Значит, первые заезды мы уже провели. Ну, нам же нужно от чего-то отталкиваться. Хоть какие-то цифры, которые я могу написать, ну не знаю. Обкуренные в чачу где-нибудь на песчаном пляже ногами. В виде портрета Дональда Трампа. Ну, что это такое? Короче, мы провели замеры и это было... Ты что там делаешь? Ну, мягкий пол. Но мне нужно ее модернизировать, чтобы она не бежала. Ну, ладно. Ну, так вот. Время, нужно сказать, что лучше, чем когда-либо было у этого автомобиля. Но сколько будет, мы еще не знаем. Вопрос, я же это, в электрике не алло, да? Да. Вот смотри, а если я на контактное зажигание презерватив одену, оно бесконтактным станет? Нет. Ну, е-мое, а как это? Оно безопасным станет? Безопасным? А почему не бесконтактным? Бесконтактным, когда ты на голову себе воденешь. Я общался долгое время с хондоводами. Это плохо сказалось на моей психике, потому что я не перешагнул черту к ним. Ну, в смысле, я за печеньки не купился и к ним не пошел. Так вот, знаешь, что я у них узнал? Оказывается, если снять ремешок генератора, то целых пол силы можно выиграть. Но это очень спортивные хондоводческие технологии. Все, хуйня, давай крутанем до 16 тысяч. Хотя бы до 10. К жигу? Да. Я что потом, рокера буду дворниками собирать? Не будет у нас дворников. Ну да, кстати, тоже верно. Слава. Что? У меня вопрос. А? У тебя же ручника нету? Ручника нету. Ребята, вот просто вам лайфхак, как можно парковаться в лесу без ручника. В березу? Я думал, я бампером достану. Ага. Не достал. Ну, мы так и поняли. Нет, там просто есть. Я знаю. Там как раз бампер-то целый остался. Ну, могу сказать определенно. Значит, джигуар поехал хорошо. Мотор в нормальном, боль, меня в состоянии. Если кто помнит, шершавый ехал с самого начала 22 секунды до 100. Сейчас 14. Значит, сцепу я положил. Она, ну как бы не я положил, я время положил. Когда его только взяли, сцепление было с самого низу. И уже посмотрели по выработке штока. То есть, шток нормальный. Просто обмякнул сцеплением. Сейчас поем к слайку. Все это дело поменяем. Все это дело подремонтируем. В общем, просто сделаем так, чтобы она могла показывать хоть какое-то время. Ну, и, конечно же, как думаете, сколько эта тачка поедет в конце этой серии? Вот прямо сейчас взяли на паузу, поставили видосик и написали. Примерное время. Что такое? Это ремонт. Это просто ремонтная часть. Ой. Коробка в шоколаде. Ну, что ты, куда это я? Коробка шоколадная просто. Смотри, под глазурью. Что у нас тут? Я думал, что вот эта муфта мертвая. Ну, вот эта муфта в какую-то сторону. Большой город. Много места. Только мне почему-то здесь так тесно. Метрополит, они странные лица. Жаль, мне это не снится. Что, так целое. Ну, только вот здесь уже трется этими крепкими. Ну, это целое. Крепками. Ну, я на этом и стартовал. Корзина здесь также. А вот тут вот же для симметрии. Не сегодня. Не сегодня? Контрактная новая. Что, 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 что? Что там? Маховик менять надо? Нет. Пойдет? Мне нужно написать ржавый. Я тебе серьезно говорю. Ржавый? Да. Покажи пять. Десять к десять. Ну, короче, знаешь что? Это прям вода. Я вот. Вода, говорю же. Оно даже маслом не пахнет. Чуть-чуть пахнет отработкой, но нет. Ой. Тепленькая. Короче, знаешь что? Я так и не научился менять масло и не рыдить пробки. Какое ужасное ощущение от лукойла на руках. Ну, вроде железной крошки в поддоне не обнаружено. Но это вроде все. Сейчас мы вот пробку с пылью завернем. Без пыли нельзя заворачивать, не сработает. Канистра четырехлитровая. А почему только меньше половины даже? Ну, я говорю, оно еще вот. Как вода. Мы же сказали ранее, что сейчас будем пробовать промывать мотор. И я купил самое мощное дешевое масло за 600 рублей. При этом всем, при этом всем. Славик нам поменял сцепление на ржавое. То есть мы заведомо не вкладываем огромные суммы денег. Сейчас поясню. Просто начинайте считать. Дворники 177 рублей по братской скидке. Масло 600 рублей. Фильтр, прикинь, Славик говорит, за 150. 230. 230 рублей отдал я за чмошный фильтр салют. Я даже такую фирму не знаю. Салют. Кто свои фильтра назовет салют? Типа он там взрывает снизу и происходит салют? Когда ты загораешься, наверное. И Славик нам подарил, нам подарил, подарил, знаешь, что? Вот не поверишь, крестовин. Флян, флянчику, маленькому флянчику на кардане звезда, потому что его, когда кардан снимали, сбивали и подогнули. Мы немножко почистили, но это кардан в последний путь. И он нам подарил бэушный, но новый, контактный, но новый, короче, крестовин. Две. Одна прям нормальная была, вторая была из какого-то мешка с какашками. То есть все нормально. Сейчас зальем маслице. И самое главное, что нужно сделать, для чего мы приехали к нам в бокс, чтобы говно из места в место не стаскать. Короче, поскольку мы решили, что пока с мотором делать, возможно, ничего не будем, как-то, да, знаете, двусторонняя часть, да, такая. Короче, мы решили взвесить и посмотреть все вот то, что нагружено в тачке. Сейчас мы сначала взвесим то, что не должно в ней быть завода, а потом уже начнем отнимать от веса автомобиля то, что там должно быть, но уже нам не пригодится. Вот так. Ёшка-рай-ёшка, даже смотри, страшно посмотри. Это как раз на вопрос, почему нужно смотреть маслозаливную горловину, когда покупаешь контрактный двигатель? Потому что всё. Это не реклама, сразу говорю. Оно просто стоило 600 рублей, и я не хотел покупать лукоин. Тоже от Газпрома. Посмотри, ну не как вода. Ну как с такой, мёд, знаешь, типа свеженький мёд. Не, мёд гуще. Ну мёд гуще, ну такая, знаешь, типа тёплая сгущёнка. Посмотрим, моет, не моет. Потому что, ну типа взяли дешёвая, потому что вот этот пакет моющих присадок, он типа работает первые несколько там, кто-то говорит тысяч, кто-то говорит сотен. Первые километры, в общем, работает пакет моющих присадок. Если говорить о том, что мы вынули из тачки, конечно же колёс было четыре летних, и мы с четырьмя летними дополнительными колёсами замерялись. То есть, просто для понимания, каждое колесо весит 13 килограмм, умножить на 4, это получается 53 лишних килограмма. 53 лишних килограмма, понимаете? Далее. Вот это всё, ну это такой микс из того, что должно и не должно быть в машине. То есть тут набор инструментов, домкрат, недомкрат. В общем, плюсуем сюда ещё 30 килограмм. 83 килограмма. Если учитывать, что... Вот, в общем, мы-то всё считаем, что оно просто, ну, не должно лежать в машине. Если учитывать, что сейчас в тачке осталась одна запаска, то есть тут мы уже начинаем отнимать от автомобиля, от сухого веса. Тонна 50 весит джига по СТС-ке. Отнимаем отсюда 13 килограмм колесо, и она уже весит тонна 37. Сейчас мы, наверное, скинем заднее сидение, посмотрим, сколько оно весит. И вот снимать или не снимать? Пассажирское. Наверное, снимать. Ну, ещё и в бардачках вам там всякие. Да, пакет в бардачок и за задним сиденьем. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok Только когда ты начинаешь напрягать эту всю конструкцию, ровно как, скажем так, позавчера. Да? Сцепление говорит. И так же сделали тяги. В этот раз без нас. И когда мы всё выкинули из тачки, получилось так, что машина просто взлетела вверх. Ну там же всё-таки вес, не вес. Надо пружиной отпилить, но лишний вес. Правильно. И там еще один вопросик, ты когда разгоняешься больше сотки, вот это вот лобовое стекло, которое стоит перпендикулярно практически к поверхности земли, оно так задувает, дворники хотят улететь сразу же. Если говорить о весе, мы скинули примерно в районе 110 килограмм с того момента, когда мы мерили первый раз. И да, дамы и господа, заднее сидение вот это вот полностью сборе весит практически двадцатку. И да, к этому же ко всему, вот это весит сидение тоже офигеть дофига сколько килограмм. Потом два огнетушителя в салоне, вот эти вот все вещи, ну вы же без книжки для сигнализации не поедете никуда, я тоже не езжу. Без правил ПДД, прикуриватели, там еще очень, ну, капельница, шприц. Ну, важные вещи. Будем считать, что это набор, ну, как аптечка, там, жгут, не жгут и так далее. Я даже не знаю, от чего отнимать, то есть от массы автомобиля тут очень сложно что-то отнять, если отнимать сидение, запасное колесо и пассажирское сидение, то это получится, ну, где-то минус в районе 35 килограмм. То есть от стандартной массы автомобиля. Но тут же нужно еще знать, насколько автомобиль был заправлен. И вот эти вот все моменты. Или масса неснаряженная, это с комплектом вот этого треугольника, который вы ставите сзади, с домкратом, или без. В вопросике, вот тут нужно уточнять. Потому что тут какой автопроизводитель пишет, как пишет, куда пишет, непонятно. В любом случае, в самой крайней серии, вы сами прекрасно знаете, тачку мы взвешиваем. Поэтому, дамы и господа, ваши ставки. Сколько может, в принципе, весить жига до того момента, пока она не потеряет зацеп? Ну, в любом случае, что-то она какая-то тяжелая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова